Друзья, всем привет! Я как-то сделал вопрос, что же лучше писать, истории или же техническую часть? И мнения очень сильно разделились. Очень много людей пишут интересные истории, давай истории, многие пишут техничку давай. Поэтому будет две части. Это будет отдельно техническая часть и отдельно часть с историей поездки. Шествие в Германию в этот раз начинается не с маршруток, не с автомобилей, а с ЖД вокзала. То есть сейчас я доеду максимально близко к границе, ну а дальше, а дальше увидите. Сравнивая вокзалы в Германии и центральный вокзал Украины в городе Киев, это конечно полная шляпа. Тут все застанно. Такой контраст, я не знаю как передать, но в воле случая оказался в подземном переходе. Я очень давно здесь не был, но приехав из Германии и посмотрев сюда, это не то чтобы устрашающе, это просто кошмар. Мне стыдно за свою страну, мне стыдно за свой город, мне стыдно за этот переход. На поездах не ездил уже года 4 наверное. Вокзал полупустой, но в общем-то в масках обязательно, но я снял для видео. По сравнению с тем временем, когда я ездил последний раз, это был, если мне не изменяет память, 16-й, нет, 17-й год, то изменилось многое. Ехать на паровозе гораздо приятнее, чем ехать на маршрутке. Как минимум хоть повысыпались, вот дождливое утро встречает нас. Приехали поближе к границе на поезде, а дальше уже, а дальше давайте смотреть. Сейчас по дороге заскочили, возьмем лафет и есть идея зацепить еще одну машину по дороге. Ну, я думаю, что в холостую мы не съездим. С вот этой лафетой не получилось, потому что у нее чуть-чуть не работают габариты. Зато получилось вот с вот этой лафетой. Она чуть короче, но под наши цели подойдет. Хотели приехать засветло, но приехали как приехали. Граница вон через 200 метров, как пройдем, не знаю, посмотрим. В прошлый раз поляки нас не впустили. Значит, для того, чтобы зайти в Польшу, нам нужно было разделиться. Разделиться в формате того, что больше трех человек в одном автомобиле не пускают, а нас было пятеро, поэтому двое ушли на подсадку к другим автомобилям, ну а трое поехали. Так вот, я пока прошел, пять часов спустя, я прошел, остальные еще на границе. Троих развернули, потому что встали не в ту колейку, поляки были злыми, и их развернули. А еще один должен пройти. Ну, в общем, как бы там ни было, я их жду здесь, в прикордонной гостинице. Пропустят, хорошо, не пропустят, но окей, сяду на автобус, дают до Германии, сложности в этом нет. Пока, пока в душ и спадки. Мы отоспались нарядно, ну как нарядно, мне, наверное, досталось больше всех сна, имеется в виду. Но, тем не менее, все равно. Выспались, а теперь можно лететь и в сторону Германии. Парень, который нас с собой везет, взял с собой эмигранта. Это кот Рокки, его попросили привезти с Украины. Ну и, в общем-то, попутчик вместе с нами. Вынужденная остановка у нас. Везем с собой кота, попросили завезти в Дортмунд. И кот насрал по дороге. Бздича неимоверная. Ну, в общем-то, хорошо хоть рядом оказалась парковка. Ну, в общем, ситуация такая. Еще я не знаю, что тут кот ест, но срет он. Очень мрачно. Дабы никого не мучить истошными подробностями, чем же мы там занимались две недели в этой Германии, я буду просто показывать то, что мы выбрали. И это будет первой частью. А что выбирал именно я, об этом будет вторая часть. Итак, первым был Volkswagen Touareg. Стоимость этого автомобиля составила 27 тысяч евро. Это сумма, не это машина 2016 года. С пробегом всего лишь практически 50 тысяч километров. Это была первая машина, которую мы забрали. Дилер немного в шоке. Приехало 4 парня, накинулись на машину, быстренько ее смотрят. Так, пока она читается, я сейчас уже пройду в окно, просмотрю. То есть, это А4, это ЛРОД. То есть, у него из мелочей вот чуть-чуть шлепано, вмято. Конченая резина. Несколько неактивных ошибок. Родной пробег у нее заявлен 213. Пока все совпадает. Так, рулевое управление. Сюда сейчас залезем, посмотрим. Так, машинка, конечно, по салончику она очень хорошая. Даже не скажешь, что 213 у нее пробег. Так, это был усилитель рулевого управления. И, в принципе, все так. Сейчас мы зайдем. Выбор системы. Электроника двигателя. И посмотрим, что у нас тут с форсунками. К тому, как это дизельная машина. Чтение поток данных. Педаль. Адаптивный. Где тут адаптивный? Что-то адаптивный круиз? Да, стоят радары. Адаптивный круиз. Контроль. А я этого даже сначала и не увидел. Так, ну мы ищем немного другое. Так, 023, 018, 056, 043. Ну, по форсункам она ровная. По двигателю залетов нет. Так, можно торговаться и забирать. Я тоже думаю, что надо за 9500 ее хопать. Машина сейчас, значит, стоит 14800. Нам ее скинули, да. От 14800 она стоит на ценнике. А сколько она уже стояла? 13 сколько? 12650. Володя говорит, за 9500 надо забирать. Ну, цена, да, цена хорошая. 9500. Тысяч евро понятна обойдется с люком. Единственное, что стекла не триплекс боковые. Есть некие недостатки. Окей, пока есть время пройдемся по салону. Значит, салон у этого автомобильчика. Абсолютно нигде не запиленный, интересный. Так, что у нас здесь? Подлокотник. А еще ты взял, что она на пневме? Я тут губу раскатил, квадров. 9500 на пневме. У меня уже по ногам потекло. А там завод маяк. 9500 дофига. Слегка подертый. Ну, такие уже. Можно, конечно, подклеить, но как минимум повод для торга. Изолента. Наши все. Почему она не синяя? В смысле изолента. Здесь тоже нормально. Так, что у нас с этими? Ну, так красивенько везде, ровненько. Так, а ну-ка, сейчас мы. Володя! Пошли общаться, лучше тачку. Короче, из-за того, что немец скидывает всего лишь 320 евро на машине, у которой травмирована крышка багажника, задняя левая дверь, у которой течет обе головы. Правда, по форсункам все нормально. В общем, недостатков здесь более чем. И плюс она была на пневме заявлена, а по факту пневмы нифига и нету. И это уже совсем другой цене. Эта машина неинтересна, поэтому валим дальше. Невероятное утро. Плюс 3, ну, еще так. Не прохладно, но уже совсем не тепло. Зябко, зыбко. Невероятная красота по дороге, когда едешь. Вот эта вот неделька, которая очень узкая. Очень короткий срок. Там, где еще листья не опали. И игра цвета, где зеленая, где желтая, где бордовая. Просто невероятно. Но, мы за машинами. Небольшой поселок Райхерсбойрн. Я очень надеюсь, что я правильно выговорил это слово. Очень, как-то кажет украинскую, малюмниче места. Именно здесь мы договорились. Вот там за моей спиной домик, где мы будем осматривать Киа. Но мы приехали за 20 минут раньше, поэтому мы сейчас подождем. И не будем сейчас тревожить людей. Но места здесь, конечно, поразительно красивые. Нигде мусора, нигде ничего. Но это видео не об этом. Это видео о выборе автомобилей. И возле этого просто показываю места, где выбираются эти машины. Этот городишко настолько небольшой, что вот, находясь возле железнодорожной станции, здесь один путь железнодорожной станции. То есть, поезд приходит оттуда сюда и обратно же уезжает. Потому что дальше там тупик. Так вот я к чему. Здесь связи практически нет. Ну как, позвонить с сотового телефона можно, а вот интернета нет. И в местах, где слабенькая связь, стоит еще все тот же самый древний телефон. Сейчас ожидаем, пока женщина поехала снимать автомобиль с учетов Цулясенштейли. Тут с этим проще. Тем более термин у нее был назначен. И пока мы смотрели за этой машиной, уже кто-то звонил с Украины. Уже ехал, но кто-то оказал хуже. Значит, этот Kia 2012 года. Эта машина 2.2 дизель. Имеет она 200 тысяч километров пробега. Дальше. Крашена у нее левая боковина, но крашена по немецким меркам очень качественно. Ну, в Украине сделали бы лучше, но здесь тоже это сделано неплохо. Ну как, я знаю мастеров, которые сделали бы лучше. А так, еще нужно поискать тех, которые сделали бы в Украине более-менее нормально. Ну, так или иначе, приняли решение купить этот автомобиль. Цена этой машины 8100 евро. 2012 год, 200 тысяч, 2.2 дизель. Панорама. Все, что можно впихнуть, бесключевой доступ. Старт-стоп. А, фаркопа нет. Ну, извините, фаркопа здесь нет. Но зато полный привод. И из недостатков у нее по электрической части не работает шайба, которая... Шлейф, который стоит в руле. Ну, здесь нам его сейчас не поменять. И поменяем его в любом случае в Украине, потому что это будет стоить дешевле. Ждем, пока оформят автомобиль. Нам его выдадут. И... Гоу! Поехали в сторону. Дальше. Собирать остальные машины. Забыл еще уточнить, что в комплекте с этим автомобилем пошли еще зимние колеса. И только что выбежала девочка. Ну, как девочка. Женщина и отдала все бумаги, которые есть по этому автомобилю. И, естественно, гарантийные обязательства. Также здесь мы имеем два ключа. И сейчас мы это чудо будем грузить на лафет. И поедем в сторону Франкфурта без... Поедем в сторону Франкфурта без номеров, а там номера получим. Стекла, зеркала сложил. Машину выключил. Гарантийные сложил. Ключи забрал. Поехали во Франкфурт. Очень даже... Я думал, будет ржавый подрамник. Нифига. Подрамник у нее совсем не ржавый. Гнище ровненькое. Ржавчинка. Хотя нет, все-таки подрамничек чуть-чуть у нее слегка ржавенький. За 8100 евро приобретение более чем нормальное. 2012 года. Едем дальше. Возникла ситуация, когда мы не успеваем приехать вовремя к автомобилю. Потому что на автомагистрали пробка. И вот если с правой стороны увидеть знак, то машины с прицепом еще 4. Кстати, всего 4 километра из 25. Мы уже проехали большую часть маршрута. Ну, скажем так, 4,5. Потому что было 25, осталось 4. Так как у нас вон сзади прицепчик, нам туда ехать нельзя, потому как это дорого. И в связи с этим мы не успеваем посмотреть еще один автомобиль сегодня. А это еще минус один день. Да, она. Снимаете? Нет, абсолютно нет. Сейчас общий вид слегка обосранной машины. Блин, у нее передней камеры нет. Я думаю, она уже не подходит. Она уже не подходит. Состояние автомобиля, конечно, очень бомбическое. Но, но, не то пальто. Здесь надо сделать легкий комментарий в формате того, что я слегка пропустил то, что человеку нужно был автомобиль с камерой 360. А эта машина была без камеры. Ну, благо, это было недалеко от нашей гостиницы. И потери по расстоянию особой не было. Но все равно минус. Так, здесь, наверное, нужно звонить заказчику. 140 киловатт, 60. Алло, Павел, добрый день. Николай Тарануха. В общем, добрался наконец-то до этого автомобиля. Но у него нету 360. И он такой. Он очень красивый, очень классный. Но нет у него всех тех плюшек, которые есть у других. Вчера был практически под Австрией. Сегодня уже под Голландией. Это с учетом того, что с утра мы еще были во Франкфурте. Катаюсь как жаба-путешественница. И лично я еще ни одного автомобиля не выбрал. Еще автомобиль приобретен. И такие. Такие. Sorento. Машина не интересная тем, что в ней дофига курили. Она такая прокуренная, что... Я не знаю. Мне там очень неприятно ехать. Судя по тому, что открыта только эта, она без... Не с открытым аккумулятором. В смысле... Машина с 10-го года что-то тут попахивает чем-то таким. Где-то вроде бы вонючка. Но и вонючки нет. Семьеместная. Ну, такое. Сначала ждем белую. Вот такую вот штуку я нашел под голландской границей. Сколько стоит сидеть чудо? Ну, бесценно. Нету ценника. Окей, что у нас по годам? 2001 года. Ну, на автомате. Ну, что, ничего такое. Третьего года. Иду, иду, иду. Где-то, наверное, уже приехал автомобиль. Идем смотрим. Если он приехал, то с мотором у него ничего страшного. Потому что, по предварительным данным, мы ехали на двигатель, который там... Какой-то у него есть подозрительный шорох, стук или что-то такое. А если он катается с этим двигателем, то нифига страшного тут нет. Что нацарапано, это такое дело. Да, форсунки на ней сейчас делают. Это то, что вот у них подстукивало. Пока целенькая, крашеная. Вот этот пластик. Затертый. 14-800, до хера на столе. Да нет, на какая цена. Не, 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 не. Тану, блядь. Ты что, бомжи жили или что? Посмотрите. Ты знаешь, какая цена? Нет, не тратим время. Это 5 тысяч и цена. Нет, ну 5. Ну не 5. Я в зависимости от меня сам купил. 8, да. Автосалон, блядь. 100 километров. Она тут же долго стояла. А что тут справа такое? Бачим? Справа на столе. Ну то и так справа и с левой. То музыка для задних пассажиров. Она полна пиздец. Мы ее убивали. Просто убивали, блядь. Тому с таким пробегом убили мотор. И подивись, как она у нас долго, как она долго стоит. Блядь. Долго-долго она стоит. Да, может она не крашена, блядь, не бита. Но она... Сегодня четверг. С понедельника здесь вводят локдаун. Локдаун это ужесточение мер пандемии. Будет закрыты школы, бассейны, рестораны, гостиницы. Все, кроме... В общем, будет только приниматься иностранные делегации. Такое заранее зарезервированное. И что самое неприятное для нас, будет очень сильно большое ограничение по Соласенштеле. Это регистрационный орган, где выдают номера. То есть не сможем нормально регистрировать автомобили. И при этом мы не сможем еще где-то здесь жить, оставаться. Плюс у нас еще есть залет. Дилер пошел нам навстречу, сделал номера вместо красных желтые. А нам надо ехать только на красных номерах. И поменять мы их сможем только через 5 дней. В общем, пока ситуация что-то нифига не интересная. И плюс я еще для себя не нашел ни одной машины. В общем, есть день сегодня. И очень рано завтра день. Потом, потом вилы. Продолжение этой истории будет, наверное, уже в воскресенье. Даже не, наверное, а точно в воскресенье. Почему отдельное? Потому что отдельное. Я этому выбору автомобиля посвятил целую неделю. Вернее, не так. Эта история затянулась на целую неделю. А что было выбрано и сколько я потратил на это времени? Ну, немножко позже. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok